Апелляционный комитет Российского футбольного союза отложил пересмотр дела исполнительного директора футбольного клуба «Лучинергия», обвиняемого в подделке документов, сообщает «Рспорт». Апелляцию рассмотрят 12 октября. Напомним, Александр Голубчиков заступил на пост директора клуба в июне прошлого года, а уже в августе 2016-го его отстранил от работы в футбольной сфере контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Наказание от 18 августа, отстранение от футбольной деятельности на 6 месяцев и штраф в 100 тысяч рублей стало следствием ошибки в кадровой службе клуба, заявил Александр Голубчиков. После оглашения приговора «Лучинергия» решил обжаловать приговор в КДК Российского футбольного союза. Однако пересмотр приговора отложен по просьбе директора Александра Голубчикова. По делу Голубчикова нам вчера поступило заявление от него, что он срочно должен улететь во Владивосток по делам клуба. Он прислал приложение с копией авиабилетов и настоятельно просил отложить рассмотрение на неделю, на 12 октября. При первых обращениях мы идем навстречу. Мы приняли решение отложить дело, сообщил председатель КДК Артур Григориянц. Соревнования по трейл-раннингу. Бегу по пересеченной местности пройдут в воскресенье 16 октября в районе села Анисимовка-Шкотовского района, пишет Спортприморье. Старт будет дан с известного горнолыжного комплекса «Грибановка». Там же спортсмены финишируют. Участники смогут выбрать три дистанции – 12, 39 и 50 километров в соответствии с уровнем своей подготовки. Маунт Фалаза Трейл Ультра входит в чрезвычайно популярную и престижную серию ультрамарафонов. Победители на длинной дистанции получат квалификационные очки и дополнительные бонусы для дальнейшего участия в серии гонок уже за рубежом. Бадминтонный турнир мировой серии «Гран-при Рашин Оупен» открылся во Владивостоке. На кортах спорткомплекса «Олимпийц» собрались ведущие спортсмены из девяти государств России, Азербайджана, Украины, Индии, Англии, Франции, Израиля, Малайзии и Японии. Бадминтонисты сражаются за рейтинговые очки и призовой фонд – 55 тысяч долларов. Российская команда на правах хозяйки представлена самым большим составом. Как всегда, традиционно здесь играет вся сборная России. Также приехала молодежная сборная, потому что они готовятся к молодежному чемпионату мира, который будет в ноябре в Испании. Наша задача – посмотреть, кто будет топтать пятки нашим чемпионам и создать им такие условия, чтобы выбрать в сборную, чтобы они создавали здоровую конкуренцию, которая будет нас двигать вперед. Рассказала Клавдия Майорова, главный тренер сборной России по бадминтону. Бадминтонисты выявляют в сильнейших пяти разрядах – мужской и женской одиночке, женском и мужском парном разряде, а также мексте. В субботу 8 октября пройдут полуфиналы. В воскресенье 9 октября в 12.00 начнутся финальные матчи. Вход свободный. Анастасия Крикун, Новости спорта на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...